Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Сегодня четверг, 20 октября. С вами Наталья Юкозина. Здравствуйте. Как много у нас праздников, выбирай на любой вкус. И народные, и религиозные, и светские, и государственные, и неофициальные. Вот-вот на последних как раз и сконцентрируемся. Сегодня международный день ленивца. Правда, остается загадкой. Ленивец – это животное или все-таки лентяй? Выберем второе. Поэтому позвольте себе сегодня немного полениться. Специалисты считают, что иногда это даже полезно. Далее листаем календарь. Сегодня международный день повара или день кока. Смело отправляйтесь в любую точку общепита и поздравьте мастеров, умеющих вкусно готовить. А еще сегодня праздник – пополнение запасов на зиму. Тоже верно. Сельхоз ярмарки прошли, и мы пополнили свои запасы недорогой овощной продукции. И не только. Про мед не забыли? Чуть позже с моим собеседником-пчеловодом, этаким народным академиком, мы вам об этом напомним. Так, что еще? Вот день разрешения конфликта. Помиритесь сегодня с теми, с кем давно были в ссоре. Решите уже, наконец-то, старый конфликт. Тем более, что сегодня международный день встряски. И день с сильным духом. А вот это нам нужно каждый день. Не мы первые, не мы последние, взяв волю в кулак, творили, созидали, создавали, шли вперед. История знает тому немало примеров. Исторический хронограф Здравствуйте. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 20 октября, отмечаются Международный день авиадиспетчера и День военного связиста в России. В разные годы истории, 20 октября, происходили следующие события. В 1696 году в России Боярская дума приняла решение о создании регулярного русского флота. 20 октября 1852 года из Кронштадта под командованием адмирала Ефима Путятина отправился в кругосветное плавание фрегат «Паллада». Секретарем адмирала на корабле согласился стать писатель Иван Гончаров. Он вел общий журнал и по просьбе адмирала проводил занятия по словесности с гардемаринами. 20 октября 1880 года открылся Московский цирк на Цветном бульваре, один из старейших цирков в России. 20 октября 1923 года в селе Кайбелы, ныне Чердоклинского района Ульяновской области, родился герой Советского Союза Михаил Вахрамеев. До войны он учился в Ульяновском строительном техникуме. В 1942 году окончил Пензенское артиллерийское училище и был направлен на фронт. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 1 ноября 1943 года. После окончания Великой Отечественной войны Михаил Вахрамеев продолжил службу в армии. 20 октября 1929 года в Советском Союзе официально провозглашена сплошная коллективизация. 20 октября 1944 года советские войска и югославские партизаны освободили от немецко-фашистских оккупантов столицу Югославии, город Белград. С 20 октября 1945 года во Франции женщинам предоставлено избирательное право. 20 октября 1960 года в Советском Союзе состоялся первый полет турбовинтового самолета Ан-24, предназначенного для авиалиний малой протяженности. А 20 октября 1962 года в Советском Союзе началась эксплуатация реактивного самолета Ту-124. 20 октября 1970 года в Советском Союзе состоялся первый розыгрыш лотереи «Спортлатон». Исторический хронограф Специальный репортаж С вами Наталья Якузина, я продолжаю передачу. Начнем с темы, которая волнует тысячи людей. Это частичная мобилизация. Время для волнения, как это бывает поначалу, прошло. Сейчас нужны четкие, слаженные действия всех структур. Мы вместе, так и не иначе, решаем общую задачу. Власть, бизнес, политические партии, общественные организации, благотворительные фонды и все неравнодушные жители нашего региона помогают мобилизованным и их семьям. Это наша общая задача, общее дело, одна миссия. Чуть меньше месяца прошло сначала объявление мобилизации. В начале было много ошибок и недоразумений. Сейчас общими усилиями многие проблемы успешно решаются. Но все-таки они остаются. Губернатор Алексей Русских рассказал о помощи, которая на этот день оказана мобилизованным и их семьям. Ошибки все еще встречаются, но они решаются. И это главное. Главной темой для всех нас остается, безусловно, выполнение обязательств и оказание видов поддержки нашим военнослужащим и членам их семей. Прежде всего, это социальные гарантии и льготы. Речь идет обо всех, кто принимает непосредственное участие в зоне проведения специальной военной операции. Это и кадровые военные, и мобилизованные граждане, и добровольцы, вступившие в ряды батальонов Севьяга и Симбирск. За счет средств областного бюджета осуществляется приобретение необходимых элементов экипировки, а также медикаментов для военнослужащих, убывающих в зоне СВО. Эта мера будет, безусловно, выполнена для всех наших ребят, в том числе и для тех, кто уже убыл. Продолжаю лично посещать места дислокации наших бойцов, чтобы лично узнавать об их потребностях. На этой неделе повторно посещаю Самарскую область, где проходит подготовка ульяновских ребят. Также во всех частях, где проходит боевое слаживание подозрений ульяновцы, работают наши специалисты. Важнейшее направление межведомственной работы сейчас – это поддержка семей тех, кто был призван для дальнейшего участия в СВО. Я подписал указ, который расширяет действия существующих мер поддержки семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, и распространяется в том числе на семьи мобилизованных граждан. Соответствующие рекомендации даны муниципалитетам в рамках их полномочий. Сегодня начнем детально рассматривать их выполнение на местах. Предметный разговор будет с каждым главой. Понимаю, что необходимо время, чтобы на местах подготовить соответствующую нормативно правовую базу и изыскать финансовые возможности. Но убедительно прошу сделать это в предельно сжатые сроки. Все озвученные льготы и гарантии вступают в действие с момента мобилизации гражданина. Принципиально важно разъяснять всем указанным категориям об их правах. При этом четко обозначать сроки и параметры получения всех видов льгот и мер поддержки. Это наша с вами общая задача. В настоящее время прорабатывается тема единовременных выплат. Подключились наши сенаторы, которые подвигают решение вопроса на федеральном уровне. Мы изыскиваем все существующие возможности. В очередной раз выражаю слова искренней благодарности всем неравнодушным жителям области, общественникам, бизнесменам, агайрым, промышленникам, всем тем, кто по зову сердца помогает нашим военнослужащим, а также волонтерам. На ряде предприятий крестьянско-фермерских хозяйств люди добровольно сдают однодневный заработок на нужды бойцов и их семей. Считаю, что органы власти также должны пойти по этому пути. Выражаю признательность всем политическим силам в регионе, которые в это трудное для страны время, забыв про взаимные претензии и разночтения, активно участвуют в сборе гуманитарной помощи и поддерживают семьи военнослужащих. Напоминаю, что централизованный сбор средств для помощи мобилизуемым и членам их семьи осуществляет благотворительный фонд «Дарю добру». О помощи мобилизованным говорит и Руслан Гайнидинов, руководитель центра «Мой бизнес». В конце его выступления губернатор будет говорить о плохого качества экипировки для мобилизованных, поставкой которой занимаются предприниматели. Получается, что все-таки без ложки дегтя, хотя речь идет о бочке меда, в переносном смысле, конечно, но без ложки дегтя не обходится. Это яркий пример того, что недоразумения все-таки еще имеют место быть. По поручению губернатора задача была сформировать дополнительные комплекты экипировки для наших бойцов, дополнительные к базовому комплекту Министерства обороны, которые тоже включают в себя ряд позиций. Так вот, в наш комплект, чтобы не было пересечений, не было двойных закупок с точки зрения и общественности, и муниципалитетов, еще раз перечислю, входит баул, рюкзак 100-литровый, это коврик туристический, это спальный мешок до минус 30 в экстриме, то есть вся экипировка рассчитана на самое холодное время года, термобелье, это нижнее белье, носки, очки для стрельбы, непромокаемые сапоги, дополнительный опыт для того, чтобы в межсезонье наши ребята тоже чувствовали себя комфортно, хотя, еще раз повторюсь, зимние берцы идут в основном базовом комплекте Министерства обороны. Аптечка, шапочки, это балаклавы, это по просьбе ребят, мы специально поменяли эту позицию, потому что хотели сначала положить шапки, ребята наши попросили о том, чтобы это были балаклавы, они более удобные. Перчатки зимние, а также сидушки специальные, которые в походных условиях используются для сидения на некомфортной поверхности. Все позиции на сегодняшний день уже завезены, за исключением двух, которые не производятся у нас, сидушки и также аптечки с полным медицинским комплектованием, с подсумком, то есть в полном сборе мы рассчитываем уже сформировать полные комплекты и уже передавать их в части. Поэтому, еще раз повторюсь, коллеги, очень много звонят, очень много пишут, не надо покупать то, что губернатор уже определил, то, что сегодня мы законтрактовали, уже произвели. Более 80% позиций производят предприятия Ульяновской области оперативно, которые перенастроились и помогли нам в этой ситуации. Еще, скажу, завершилось пятницей основное 80% комплектование необходимым мягким инвентарем тех частей, в которых проходит слаживание, и ребята из других регионов, и наши компании, производящие постельное белье, наволочки, одеяло, матрасы, практически на 80% уже скомплектовали все, что необходимо для Министерства обороны. Я попрошу обратить внимание на качество экипировки. Там поступали жалобы по качеству очков для стрельбы, также по качеству лопат, которые мы отправляли, и не раз уже собирали гуманитарную помощь. То, что это не должны быть одноразовые средства, инструменты, экипировка, это должны качественные все вещи, лично проверять их. А теперь слушаем Екатерину Толчину, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Она расскажет об экономике, о бизнесе, о статистике, как повлияли западные санкции на бизнес и о частичной мобилизации. Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ульяновской области была проведена работа с представителем управления ФНС, и результатом указанной работы стали следующие сведения. По количеству юридических лиц в нашем реестре на 1 сентября 2022 года содержалось 22 146 субъектов, на 1 октября 22 167 субъектов, то есть мы видим рост. А сколько ульяновских предпринимателей зарегистрированы в Едином государственном реестре? Количество индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре, на 1 сентября 2022 года 27 757 субъектов, на 1 октября 27 858 субъектов, то есть также идет рост. Взаимодействие с налоговым органом, о полномоченном по защите прав предпринимателей продолжается. Сведения по индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам к концу октября будут скорректированы, в начале ноября статопоказатели будут иными. Мы продолжаем контролировать состояние реестра. А со Сбербанком какую работу провели? Проведена информационная кампания о доведении информации до предпринимателей о том, что в Сбербанке разработана программа по реструктуризации кредитов для малого и среднего предпринимательства и в случае мобилизации индивидуальных предпринимателей, а также собственников, чья доля в бизнесе составляет более 50%, возможно получение отсрочки. Эта программа запущена Сбербанком с 30 сентября, имеет очень доступный и легкий характер обращения, и воспользоваться предпринимателем этой программы могут на сайте Сбербанка. С какими вопросами к вам обращаются предприниматели сегодня? В настоящий момент основными темами обращения к уполномоченному остаются мобилизация сотрудников индивидуального предпринимателя, гендиректора, учредителя, финансовые меры поддержки, определение предельной доли призываемых с одного предприятия в целях непрекращения его деятельности. Это очень актуальная и частая тема. Дополнительное время на переоформление прав на управление банковских счетов, удоверенности и завещаний, кредитные каникулы для АИП и исключение штрафных санкций за неисполнение договорных обязательств. Какая проблема еще не решена? Это закон о статусе военнослужащего, который прямо запрещает физическим лицам, которые обладают статусом военнослужащего, заниматься предпринимательской деятельностью. После призыва индивидуальный предприниматель не может заниматься предпринимательской деятельностью. Как проходит Ваше взаимодействие с правительством Ульяновской области? В настоящий момент мы продолжаем взаимодействие с правительством, со всеми деловыми объединениями. И правительство приняло решение поддержать предложение от бизнеса. И что мы увидели? Сохранение статуса индивидуального предпринимателя мобилизованного, продление сроков платы налогов и иных платежей, а также сроков сдачи отчетности для мобилизованных ИП, продление лицензий, необходимых для ведения деятельности мобилизованных, представление о срочке для МСП по уплате платежей по кредитным договорам, договорам лизинга, если сотрудники призваны на военную службу, отмена штрафных санкций при приостановлении или расторжении договоров о аренде недвижимости, которые заключены с государством, аннулирование ответственности при нарушении условий получения господдержки в виде грантов или нарушения, связанных с мобилизацией ИП или их сотрудников, порядок изменений или расторжения госконтрактов для мобилизованных без применения штрафных санкций. То есть все эти предложения, в том числе нами, обсуждались на региональном уровне и были поддержаны на уровне правительства. В пятницу вы провели личный прием. Суть обращений. Ко мне обратилось более 12 человек, числа предпринимателей и родственников, и самые яркие моменты хотела бы обозначить. Обратился руководитель компании по вопросам бронирования сотрудников. Штатная численность этой компании, 130 человек, находится в Чертоклинском районе. Производит грузоподъемное оборудование для комплектации оборонно-промышленного комплекса. Обращаю внимание, что с 24 сентября на обращение компании по бронированию списка необходимых сотрудников до настоящего момента он не получил от необходимого отдела военкома ответа. Также ко мне обратились супруги мобилизованных предпринимателей с просьбой оказать консульционную поддержку, а также оказать содействие в плане нотариального удостоверения документов. Благодаря помощи коллег из администрации была организована встреча в пятницу на территории военной части Тухачевского, куда я выехала. Мы провели необходимые консультации. Далее была организована работа с представителями нотариальной палаты. В субботу необходимые документы, включая доверенности, завещания на людей, были оформлены. Вы считаете, что нужно налаживать принципиально другое взаимодействие с военкоматами. В чем суть? Есть необходимость налажения более устойчивого взаимодействия военкоматов и представителей с представителем бизнеса, институтом уполномоченного, институтом мирозвития. Я убеждена в том, что военкоматы не должны быть отстроены от задачи по сохранению экономики. Вы слушали Екатерину Толчину, уполномоченного по защите прав предпринимателей Ульяновской области. Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадио компании «Волга». А теперь я представлю вам своего собеседника, которого я чуть раньше назвала народным академиком. Это пчеловод Виктор Петухов. Уникальный человек, ведь он подарил всем жителям Ульяновска новые музеи пчелы и меда. А еще Виктор Петухов – руководитель городской общественной организации пчеловодов. Слушать его – одно удовольствие. Он говорит про мед, словно песню поет. Но минорные ноты в его признании все-таки присутствуют. Он считает, что мы непростительно мало едим меда. И зря. Есть такое правило. У хорошего пчеловода плохой погоды не бывает. Вместе с тем, очередной прошедший сейчас сезон характеризовался достаточно сложными условиями. Холодная весна и невыносимо жаркое лето. При жаре пчела на 30% снижает свою работоспособность. И представьте ситуацию. Всю ночь липа выделяет нектар. В течение 5-8 минут с восходом солнца он высыхает от палящего солнца. Пчела не может взять, летит на ориентир другой. И тем самым теряется взяток. То есть были опечалены достаточно, но погода несколькими дождиками поправила положение. И пчела в целом справилась. Какие результаты? Примерно на уровне прошлых лет. В отдельных регионах, где дождей не было, там взятка практически ограничена. И вот у пчеловодов на ярмарках, на распродажах меда возникает вопрос. Прошлого года порядка 300 тонн осталось. И нынешний еще урожай. И сумеем ли мы его продать? Вот каждый сейчас этим озабочен. А что значит осталось? Осталось нереализованный. То есть вот они не сумели продать. Причин много. На мой вопрос руководство отвечает. Да что вы у нас меда так много? На ярмарках посмотрите. Мясо и мед, мясо и мед. Да немного у нас. Меда. Если посчитать по физиологическим нормам, которые положено иметь в обществе. Первое. Разделите. Мы добываем примерно 1100 тонн. Средний такой показатель. Если его разделить, эти 1100 тонн, на 1 250 000 жителей области, так полкилограмма не получается на каждого человека. А европейские стандарты, да и вообще физиология требует, что 8-10 килограммов на человека. И нам бы взяться вот за эту арифметику и построить свою программу. Исходя из того, что у нас есть к чему стремиться. Вот это у нас пока не получается. В силу того, что не сформирована концепция развития пчеловодства. Она не формируется, потому что спрашивают наших животноводов, а мы относимся к категории животноводства. Там спрашивают за мясо, молоко. А меда говорят, вон на ярмарке сколько. Какой еще вам нужен подход? Я скажу так. Село чахнет от того, что все меньше и меньше пчел. У меня сейчас десяток предложений. Купите пасеку. Продаю пасеку. Почему? Некуда. Вот три года стоит мед. Мне вот только что в Старомайинском районе пчеловод сказал, три года мед не реализуется. Как быть? Президиум нашей городской организации на очередном заседании определил направление. Первое. Если не будет пчелы, и она вот так вот будет убывать в количественном составе, значит мы теряем прежде всего доходы в собственно сельскохозяйственном производстве. Нет опыления ниже урожайность. Известная истина. Была пчела на гречишном поле, значит на 40% урожайность выше. Была пчела на подсолнухе, урожайность до 50% выше. Но ведь на 110-115 тысяч гектаров подсолнечника надо 110-115 тысяч пчелосемей. А у нас сколько? А у нас половина. Да и та уменьшается. О чём разговор? О каком органическом продукте, когда искусственно опыляется самоопыляемые все растения, всё больше и больше? Здесь сейчас очень популярны соцконтракты. Это вот такая программа поддержки для малообеспеченных семей, особенно в сельской местности, когда государство выделяет деньги для того, чтобы наши сельские жители открывали собственное производство. Вот открыть пасеку, это же вполне подходящее как раз направление вот для этого социального контракта. Да, действительно. Как самозанятость, так и соцконтракт. Это большое дело, которое сделало правительство для жителей России. И нам бы взяться за это, использовать вот этот ресурс. Нет. Какой-то страх испытывает селянин. Вот я возьму деньги, да вот не справлюсь с проблемами, да вот не получится. И вот этот страх давлеет над селянином. То есть, мало того, что объявить, что вот есть соцконтракт. Надо ещё и рассказать, как его использовать, как его получить, как вести это хозяйство в рамках соцконтракта. Тогда, может быть, молодёжь и будет поддерживать. Пока вот это у нас незначительно. Вот расскажите про письмо. Что за предложение вы выдвигаете на обсуждение всей общественности и в том числе властных структур? Это прямо письмо для Министерства сельского хозяйства и для Министерства социальной защиты, которое как раз может предложить социальный контракт людям. Суть письма заключается в следующем. Первое. Нужно определить систему, которая будет развивать пчеловодство. Система заключается в знаниях. Если нет знаний у нашего населения, оно как огня боится заниматься этой проблемой. А где знания? У нас ни одного учебного заведения в Ульяновской области, которое бы готовило пчеловодов на уровне хотя бы профтехобразования. Сегодня школа этим вопросом не занимается. Раньше в школе готовили механизаторов, трактористов, шоферов. Нет солярки, нет машин. Так на то, чтобы готовить пчеловода, не надо ни солярки, ни машин. Нужен класс, нужно трудовое воспитание. На уроках труда сделать первые ульи, образовать элективный курс пчеловодства в школе. Это все в Миноборнауке имеется. Это все проработано в правовом поле. Нужно только кому-то стартовать. Наша организация в течение уже этого года в двух школах спланировала проведение элективных курсов по пчеловодству. Ну и как? Собираем заявления. Детям не рано или предлагать? Опыт мировой есть. Чехия. С четвертого класса дети начинают изучать пчеловодство. И на последних курсах нашей организации два ученика четвертых классов я пригласил, и они успешно закончили. Причем это дети продвинутых в сельскохозяйственном плане жителей. Известные козоводы, например, Чердоклинского района, вот у них сын сказал, а я буду пчеловодом. И у него все получается. Мне это дает повод сказать, что школа должна этим вопросом уделять внимание. А что касается курсов пчеловодов для взрослых, как взрослые откликаются? Представьте, что 25 лет назад на курсы записывалось порядка 150-200 человек. У нас сегодня, я с трудом набираю 10-15. У нас есть те отрасли, те виды деятельности, которые дают моментально. Пришел, зарплату получил. А тут все-таки полтора года надо ждать. Будет, не будет. Но практика показала, из каждых 10 выпускников один становится лидером в последующем до уровня промышленного пчеловодства. А 5-8 человек – это пчеловоды собственного личного подворья, где будет свой мед, свое здоровье, свое увлечение душевное и желание детей становиться пчеловодами. Вот в этом письме вы пишете, пчелиную семью в каждый сельский дом. Это реально? Это вовсе не означает, что вот рядом с детским садиком поставим пасеку, рядом с магазином. Нет, пчелиную семью в каждый сельский дом означает, что есть ситуация, когда целые деревни не имеют вообще пчел. Ну как же? Страна наша, регион, средняя полоса приспособлена от природы держать пчел. Здесь всегда был хороший мед. Ко мне приезжает с Узбекистана переезжий человек и говорит, да здесь идеально, здесь у вас такие условия, а мы их не используем. Мы в состоянии увеличить площади, занять их пчелами, повысить урожайность на десятки и сотни миллионов рублей. Почему этот вопрос мы не решаем? Не востребован мед, востребован. Когда он станет на промышленной основе, лидерами, вот те, которые сформируются на сегодняшних наших небольших курсах, мы научим их воспользоваться результатами правительственных постановлений, самозанятость, финансирование, они будут этим заниматься. Пока это наш стартап в условиях, когда возникают в силу санкций безработные дополнительные, когда люди просто в тупике не знают, чем занять себя. Уезжают другие города на вахты, тогда как у него дома может быть прекрасное дополнение к его проживанию, к его благосостоянию, к его здоровью в первую очередь. Сегодня вечером беседа с пчеловодом, руководителем общественной организации городских пчеловодов Ульяновска, создателем музея пчелы и меда Виктором Петуховым, прозвучит полностью. Начало в 19.20. Говорим и пишем правильно Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свежникова. Здравствуйте! Есть такое народное развлечение вспоминать, что сколько, когда стоило, и сетовать, что сегодня за те же продукты или вещи приходится платить втридорога. Или втридорога. А может быть вообще втридорога? У наречия, характеризующего покупку чего-либо по завышенной цене, есть только один правильный вариант ударения – втридорога. То же самое касается и антонимы этого слова – втридишево, хотя в речи оно встречается, увы, заметно реже. Запомнить постановку ударения поможет числительное «три» с его единственной гласной «и». Она-то тут и будет главной. И да, на конце слов втридорога и втридишево пишется исключительно «а» и никаких «о». И на этом у меня на сегодня всё. Всего вам доброго. До свидания. Будьте здоровы. Вы слушаете Радио России Ульяновск. Вот и всё. Эту передачу для вас подготовила Наталья Козина. Спасибо, что были с нами. Будьте здоровы. До свидания. Этот день в истории музыки У микрофона Алексей Сорокин. Здравствуйте. В этот день появились на свет композитор Чарльз Эдвард Айвз, автор шести симфоний, кантаты «Небесная страна», пяти сонат для скрипки и фортепиано, множество камерных сочинений для разных составов, сборника 114 песен. Российская скрипачка и педагог, народная артистка России, профессор Московской государственной консерватории Галина Баринова. Она была автором многих статей, обзоров и рецензий в центральной прессе. К столетию со дня ее рождения Московская консерватория издала книгу Галина Баринова «Музыка и слово», а также выпустила юбилейный альбом из двух дисков, куда вошли избранные записи. Музыковед, хоровой дирижер, исследователь древнерусского церковного пения Степан Смоленский. Музыкант, солист группы «Поющие гитары» Анатолий Васильев. Словно сумерек наплыла тень, то ли ночь, то ли день, так сегодня и для нас с тобой гаснет свет дневной. Этот сумрачный белесый свет, то ли есть, то ли нет, Мы стоим с тобою рядом, мы на пороге тьмы. Только в глазах пустота и печаль, А на губах привычки печаль. Так скажи, зачем? Ты скажи, зачем? Ты скажи, зачем? Мы с тобою рядом. Артист балета, балетмейстер, педагог. Народный артист РСФСР Фёдор Лопухов. Композитор, пианист. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Георгий Фиртич. Автор песен, гитарист, певец. Солист групп «Воскресенье» и «Самоцветы» Андрей Сапунов. Вокалист. Солист группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров. Играла в «Барби» и «Дэнди», Не одевала «Ливайс» и «Монто». Какой-то парень по имени Сэнди Разграффитил пальто. Тебе всегда не везло с электричкой, Ты не умела обращаться с огнем. Едва ты только зачиркаешь спичкой, Как загорится весь дом. Вот. Девушки бывают разные, Черные, белые, красные. Но всем одинаково хочется На что-нибудь заморочиться. Девушки бывают разные, Черные, белые, красные. Но всем одинаково хочется На что-нибудь заморочиться. Также в этот день в мировой и отечественной культуре произошли следующие события. В 1935 году в Малом оперном театре в Ленинграде состоялась премьера оперы Ивана Дзержинского «Тихий дом». В 2005 году на юбилейном концерте К 50-летию конкурса «Евровидение» Победила песня «Ватерлоу» Квартета «Абба». С этой песней шведская группа Побеждала в конкурсе еще в 1974 году. Квартета «Аббу». Квартета «Аббу» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok